Вор, которому ничего не стоило обвести вокруг пальца весь московский уголовный розыск. Меценат на свои деньги, строивший детские площадки, ловелас, из-за связи с которым племянница Феликса Дзержинского попала в лагеря. В это трудно поверить, но речь идет об одном и том же человеке. Борис Венгровер, один из самых известных авантюристов советской эпохи. Кем же он был на самом деле? Это Юрий Деточкин из культовой Рязановской комедии. Благородный преступник, который ворует автомобили, продает их, а деньги переводит детским домам. Ну ничего, я надеюсь, все в конце концов выяснится. Безусловно. А это щипач-ручечник. Из не менее известной ленты место встречи изменить нельзя. Находчивый карманный вор. Особо ценный фрукт. Что с ним? Отведешь его Фердимана, ты подожжешь нас. Меня отпустили. Парадокс. Но прообразом столь разных киногероев многие считают одного и того же реально существовавшего человека. Его имя Борис Венгровер. А вот еще один сюжет, достойный экрана. Лето 1939 года. Высотка в центре Москвы. Молодой человек в строгом костюме поднимается по лестнице. На одном из этажей веселье. Двери распахнуты. Гости то и дело выходят покурить. Секундное колебание. И мужчина присоединяется к компании. Он проник в эту квартиру и увидел большой стол, за которым все сидели. Он тоже пристроился. И пока, так сказать, люди там говорили, он неожиданно вообще говоря стал чем-то вроде тамадой. То есть он настолько вписался в эту компанию, что все уже забыли, что этот человек ниоткуда. В разгар веселья тамада незаметно исчезает. А вместе с ним шкатулка с драгоценностями. Массивные такие купеческого типа обручальные кольца. 99-й, пробы червоного цвета. Какие-то золотые часы. Журналист Эрик Кокляр нашел опись украденного в архивах. Из документов было ясно. Этого вора столичные следователи узнавали по почерку. Борис Венгровер. Наглый, остроумный, расчетливый, находчивый. Виртуоз, каких мало в криминальном мире. Человек, склотивший воровскую банду, которая совершила в Москве рекордное количество краж. Это человек из уголовной среды. Отец его рецидивист, расстрелянный за бандитизм. Сам он многократно привлекал склону ответственности. Был в лагерях, бежал. Снова арестовывался, снова бежал. Плохо ли ему, хорошо ли, он всегда улыбался. От помощи людям он никогда не отказывался. Скажешь, Борис Венгрович, надо сделать это, надо это сделать. Пойдем, пойдем, дорогая, пойдем, 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 делаем. Рязанская область. Касимовский дом престарелых. В советские времена здесь доживали свои дни бывшие уголовники. Борис Венгровер провел здесь последние 7 лет жизни. Палата номер 15. Он всегда любил находиться, ложиться около окошечка. Вот, пожалуйста, его койка. Пожалуйста, проходите. Телевизор, домик Пушкина в библиотеке. Образ Бориса Венгровера, сохранившийся здесь, в Касимове, разительно отличается от того, что остался в криминальных хрониках. Даже родственники знаменитого афериста не ожидали услышать здесь рассказы о скромном друженике. Его приемная дочь, Надежда Сомова, помнит отчима совсем другим. Приходим домой, а у нас открыта дверь. Боже мой, неужели нас обворовали? У нас там воровать-то нечего. Открываем, а сидит Венгровер Борис Рувимович в очках и ждет нас. Он говорит, я вас долго ждал, замерз и открыл сам. Закрытых дверей для него не существовало. Так же, как и запретных фамилий. В списке жертв Венгровера оказывались люди из самых высоких кругов. Например, начальник московской милиции. Комиссар Александр Полукаров переезжал с одной квартиры на другую. К его дому подъехал грузовик с людьми в форме НКВД. Солдаты лихо погрузили все вещи в кузов и уехали. А спустя несколько минут у подъезда Полукарова остановился автомобиль с настоящими грузчиками. Тогда-то и выяснилось, что весь скарт милицейского начальника не перевезен в новую квартиру, а попросту похищен. В другой раз Венгровер забрался в квартиру к тогда начинающей звезде юмористического жанра Аркадию Райкину. Вор и артист столкнулись в коридоре питерской коммуналки. Повисла театральная пауза. Первым нашелся Венгровер. Скажите, пожалуйста, вы Райкин? Он говорит, я Райкин. А вы-то кто? И что вы здесь делаете? Он говорит, вы знаете что, я ошибся дверью. Я должен был попасть в другую квартиру. Но дело в том, что я нисколько не жалею, что я к вам попал. Потому что, вы знаете, я ваш поклонник. Я был на всех ваших концертах. Артисты, военные, высокопоставленные чиновники. Даже прокурор, который когда-то подписал авантюристу очередное обвинение. Откуда Венгровер узнавал адреса и явки? Как ему удавалось выйти сухим из воды? И кто помогал дерзкому преступнику? В Москве ликвидирована шайка воров-взломщиков, возглавляемая рецидивистом Борисом Венгровером. Члены воровской шайки поддерживали тесную связь с гражданкой Дзержинской Едвигой Генриховной, являющейся племянницей товарища Дзержинского. За казенным языком секретного документа – драматическая история. О ней рассказал в своей книге «Подземелье Лубянки» известный публицист Александр Хинштейн. Сам Венгровер на следствие утверждал это и говорил о том, что он находится в интимной связи с Дзержинской. Подтверждение этого, ну, целый ряд факторов, конечно, существует. Приехав в Москву в конце 30-х годов, Венгровер разыскал своего иркутского приятеля, некоего Дворецкого, который вращался в кругах золотой молодежи. И именно через Дворецкого он и вошел в семью Дзержинских, потому что Дворецкий ухаживал и считался женихом одной из двух дочерей Едвиги Дзержинской. Племянница, соответственно, Феликс Эдмундович. По возрасту Дзержинская годилась Венгроверу в матери. Она была одинока. Личная жизнь не сложилась. У нее было четыре мужа. Все эти люди были неудачники. Они были безработные, транжиры. И обычно каждый брак Дзержинской распадался буквально через полгода. А Венгровер сразу увидел, так сказать, что он получил в жизни шанс, и он, конечно, не мог им не воспользоваться. Молодой Венгровер был красив и обходителен. И племянница Железного Феликса не устояла. Когда читаешь протоколы допросов, ощущения очень странные. Потому что такие детали, которые описываются в протоколах, как эта близость произошла, кто к кому первым подошел, как это было, она вышла из ванны, я ее увидел. Дзержинская закрывала глаза на постоянные отлучки Венгровера. Его подозрительных друзей и чемоданы, которые то появлялись, то исчезали из ее квартиры. Он отдавал ей примерно 500 тысяч рублей, появляясь из своих отлучек. Когда он уезжал и пропадал на неделю, она страшно переживала. Вернется, да или не вернется. А когда он приезжал с букетами цветов, вот, и с бутылками шампанского, и появлялся у нее в доме, для нее это был самый настоящий праздник. Некоторые исследователи предполагают, что Едвига даже помогала Венгроверу сбывать краденое. Так или иначе, Дзержинскую судили и дали 8 лет лагерей. И когда ей говорили, что, слушайте, вы связались вообще бог знает с кем, и за вами вот такие дела, она никак не могла взять в толк, что все, что вот происходило, это преступление, что это какая-то вина. Август 44-го. Москва. Офицер генерального штаба спешит домой за важным документом. Но в его квартире настоящий разгром. Вещи разбросаны. В шкафу роется посторонний мужчина в штатском. Увидишь, что незнакомый человек там шляется по его квартире, перевернутые вещи. Офицер тут же потянулся к обуре. Однако незваный гость ведет себя хладнокровно и уверенно. Даже слишком. Якобы он подразумевается в шпионаже в пользу противника. Офицер настолько был потрясен таким поворотом дела, совершенно, так сказать, для него неожиданным, непонятным, что не спросил ни удостоверения сотрудника, ни ордера на этот негласный, так сказать, обыск. Видя реакцию офицера, визитер резко меняет тактику. Он сказал, что, так сказать, пока есть время, еще опергруппа не приехала. Он видит, что он там действительно честный человек. И чтобы, как бы, облегчить свою вину, так сказать, перед родиной, пусть он напишет честосердечное признание с указанием тех, кто якобы мог его подбить на это черное дело. Майор остается писать объяснительную, а незнакомец исчезает. Надо ли говорить, что вместе с ним исчезают табельное оружие, золото и деньги? Судя по почерку, в роли преступника мог быть только один человек – Борис Венгровин. Но ведь ему еще в 1939 году дали 10 лет. В годы войны он сбежал из ладеря, выкрал документы о комиссованном по ранению красноармейце и вот под его фамилией, под его документами осел в ближайшем Подмосковье. Он использовал малейшую возможность, чтобы бежать. Он бежал отовсюду, перепыривал решетки этих самых выделенных милиций в камерах предварительного заключения и убегал оттуда. В общей сложности у Венгровера было 9 ходок. Побегов гораздо больше. Он много с нами не жил, он приходил из тюрьмы, там поживет с нами, допустим, сколько, какое-то маленькое время. И опять в тюрьме. Практически он там находился, заключение. Приемная дочь вспоминает. Они с матерью и братом постоянно прозябали в нищете. Мама же умерла в 47 лет. Молодая совсем женщина, в расцвете сил. Умерла, вот у нее было раковое заболевание, потому что она как бы все на ней было, принимала все. И детей воспитывала. Мама очень нуждалась в финансах, очень нуждалась. Надежда вряд ли представляет себе истинный размах деятельности ее отчима. У него было где-то в целом 200 с чем-то краж на 385 тысяч рублей. Если мне не изменяет память, 385 тысяч рублей в те годы – это была баснословная сумма. Так куда же уходили наворованные богатства? В биографии Венгровера есть интересный эпизод. Какое-то время он работал школьным учителем. В самом центре города, где учились на тот момент не последние дети, например, дочка Сталина Светлана, дочка на руку иностранных Белолитвинова. Как без каких-либо документов устроился туда работать рецидивист, находящийся в розыске? Карьера учителя длилась недолго. До очередного ареста. Но советская педагогика в лице Венгровера, возможно, многое потеряла. Ведь чем, как ни призванием, можно объяснить такие, казалось бы, странные факты. За свои деньги водил всех детей на различные веселительные мероприятия. В кино, в цирк. Купил для всех классов абонементы в бассейн, сказав при этом, что эти абонементы якобы бесплатно там профсоюз раздает, хотя ничего такого не было их помимо. Он вкладывал в детей вообще все. Все свои деньги, все свои доходы. Например, он в Селезневке построил школьное сооружение, какое-то типа стадиона, куда он возил детей. В Воскресенске Венгровер помогал деньгами местному хоккейному клубу. Наверное, это доставляло ему определенное удовлетворение. Может быть, он пытался хотя бы так отомстить за свое естественное происхождение, за свою сломанную жизнь, потому что первый раз в колонну ответственности его привлекли еще в совсем юном возрасте. Почему же меценатские наклонности Венгровера распространялись только на чужих детей? Почему, отмотав последний десятилетний срок, он отправился не к семье, а в дом престарелых? Свою вину перед родными Венгровер, судя по всему, осознавал. В Касимовском доме-интернате сохранилось разрешение на пятидневную поездку к родственникам в Воскресенск. Здесь виза и директора, не возражаю, и виза работника милиции. Действительно, уезжал проведать родственников. Он явился вновь на проживание в дом инвалидов. И все же натуру было не переделать. Все бабушки, которые жили в этом самом доме престарелых, вдруг оказались со стильными, очень модными и очень дефицитными в то время японскими зонтиками Трислода, которые в то время появились у всех модниц. Оказалось, что он где-то горбанул какой-то универмаг. Судьбу Бориса Венгровера определило его происхождение. Как сложилась бы его жизнь, если бы он вырос в другой, неуголовной среде. Возможно, мы бы рассказывали сейчас не о прототипе Юрия Деточкина, а об известном артисте или заслуженном педагоге. Бесспорно одно, этот человек обладал незаурядными способностями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова